В нашем городе есть улица Пушкина. Она находится недалеко от центра и идет параллельно Гоголя. Сегодня здесь осталось лишь несколько старых деревянных домов. Но эта улица знаменита хотя бы тем, что здесь жил Григорий Шустер, легенда театрального Новосибирска. А вы кто? Эспектург Раутов. Первый полицейский участник. Куиз мистер Шустер. Людям, которые хоть иногда бывают в новосибирских театрах, объяснять не надо. Одно перечисление сыгранных им в тюзи и красном факеле ролей заняло бы всю программу. Для нескольких поколений новосибирцев он главный Дед Мороз. А для моего в первую очередь дядюшка Скрудж из замечательного краснофакельского спектакля 90-х. Актерская карьера Григория Александровича началась почти 70 лет назад. Как раз недалеко от улицы Пушкина. И когда мы переехали, я пришел в 8 класс, это 79 школы. У нас был директор, даже я помню его фамилия была Зима. Яков Тимофеевич, какой интересный такой мужиченок. И там, по-моему, началась моя актерская жизнь. И я уже начал играть какие-то спектакли. По Чеху мы играли. В том месте, где был Ипподром. Он назывался Ипподромский район. И я жил на улице Пушкина, 61 называть. Пушкина, 61. И эта улица упиралась как раз в забор Ипподрома. А с другой стороны, с другой стороны был Ипподром. То есть это рядом с Ипподромом. И все, кто со мной учился, они все... Или родители у них работали в Ипподроме. То есть у них там жилье было, там какие-то двухэтажные домики деревянные стояли. У меня был какой-то праздник в этом театре. Да, по-моему, было 60 лет. И здесь был Бенефис. И пришел мой товарищ, к сожалению, его уже нет. Он принес мне ничего, такой подарок. Он принес, там написано, улица Пушкина. Я говорю, где ты это сорвал? Он говорит, какой-то последний дом там стоял, там в этом месте. Его разбирали уже. И он сорвал. Ну, пишут, так не надпись, а как-то адресные. Такой улица Пушкина. Так он меня на дерево подцепил. Говорит, вот подарок тебе на то время. Ну, в принципе, в общем, район такой был веселенький, хорошенький. Значит, трамвай рядом ходил по улице Гоголя. Кладбище. Кладбище, значит, это, с одной стороны, кладбище, где мы потом катались. Это Березовая роща называется, теперь это называется парк Березовая роща. Ну, в общем, какая-то очень симпатичные домики. Некрасова, Демьяна Бедного, клуб жиркомбината, который я очень любил. И ходил там, и в кино мы ходили, смотрели. Мне очень нравилась наша улица. Вечером, значит, поставили они какие-то столбы. Родители играли в лейбол. Мы играли в городки. Папа гоняло какое-то там. Штандр, мандр, я все эти, не помню, игры. Но вообще было так весело. Велосипед был у одного человека. Всем давал кататься. А лошади любили? Лошади как-то потом присутствовали в вашей жизни? Лошади вообще, в принципе, как сказать, я их и сейчас люблю. Но как они присутствовали, у нас там был сильной рынок напротив. И каждый раз я видел этих лошадок, это красавицы. Рядом зоопарк. Вообще, конечно, то место было замечательное. Все тогда хотели стать артистами или артистками. Насколько это было популярное вообще занятие, пойти, работать в театре? Нет, это не так. Это нет. Правда, какая-то, по-моему, Анни Жарарду сказал, если в детстве дети не хотели быть артистами, надо проверить их психику. Вроде такое объяснение. Нет, я не знаю. Нет, у нас так вот в артисты не шли. И я тоже, во-первых, здесь не было театрального училища, когда я закончил школу. Я там начал с народного театра, потому что вот так получилось, что меня пригласили. Встретил меня мой школьный товарищ, с которым мы школу вести учились, заканчивали. Это был день молодежи. Я даже помню, я гулял с ним на площади Ленина. Там гуляние было. И он мне говорит, слушай, а у нас в народном театре мужиков-то нету. Слушай, приходи. Я говорю, да как ты так? Я пришел, меня приняли. Но это было самое интересное, что руководил Николай Андреевич Новидарский, бывший директор «Красного факела». Вместе с актрисой, его женой Ларисой Харлампиевной и Ост. И я как-то сразу родителям не говорил, потому что вроде, что это ты вроде там в артисты пошел. Я говорю, давайте я буду фамилия Шустров. И первая фотография была из какого-то спектакля. Там студент не и что, Шустров. Га Шустров, у меня сохранилась эта фотография. Но потом-то все стало на свои места. А вот я там много играл, кстати, в народном театре. И в 62-м году, когда я поступил в театральное, я впервые вышел на сцену «Красного факела», играя в спектакли народного театра «Петра в последних». Так что в моем 62-м году я здесь на этой сцене уже сыграл первый спектакль в «Красном факеле». Я, когда закончил театральное, меня сразу принято. Я еще с 2002-го курса уже в Тюзи играл в спектаклях. И я там все-таки столько, 25 лет, 26-28 лет. И я не собирался здесь работать, потому что для меня этот театр был... Ну, я все знал, все артисты здесь были. Но потом меня пригласили. Я как-то, знаете, я очень долго сомневался. И здесь почти уже 30 лет. У нас все-таки театр и актерское, особенно если связано только с театром, а не с кино, которое, значит, можно зафиксировать, у нас вообще ничего не остается. Остается только в памяти. Если такой даже была книга, это осталось только на фотографии. Ну вот, а это вот остается в памяти. То есть с нами жива память театра. Память о тех актерах, которые здесь трудились, о тех спектаклях, которые тут были, о тех режиссерах, которые здесь замечательные были режиссеры. Сибирский МХАТ, это не просто так называли, это действительно. И отсюда всех забирали. Посмотри, сколько людей отсюда мы вчера или позавчера вспоминали. Одного в один театр, друг в Москву. Это вот, это только в факеле так можно. Когда зал молчит, он с тобой живет. То есть не просто там он рот открыл, а он просто переживает вместе с тобой. Стоит такая звенящая тишина, как будто ты один. Вот кому-то ты рассказываешь, как будто там один человек.